Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня у нас 3 декабря и мы открываем очередное окошко. Наш чай. Смотрим, что нам дарит этот день. Не изменяем своим варварским принципам. И сегодня у нас выпал интенс чай. Что-то будет пряное. Что входит в наш интенс чай? Вот я его нашла. Травяной чай с корицей, имбирем, куркумой, кардамоном, гвоздикой, фенхелем, перцем и лакрицей. Вот так вот. Так что наливаем наш чай в мою чашку. Устраиваемся поудобнее и смотрим видео. Сегодня видео будет долгое, длинное. Но обещаю, что после него наступит более легкая нагрузка в плане короткометражных видео. Смотрим. Сегодня наше видео будет посвящено скандинавским рунам. Сейчас я нахожусь в довольно интересном месте. Это загадочное место, которое называется дом Стейнене. И до сих пор неизвестно, для чего оно использовалось в языческие времена. Либо как место для жертвоприношений, либо как место для собрания, либо совершения суда. В любом случае, прекрасное место для рассказа о рунах. И первое, что я расскажу, что же такое руны. Руны – это вид письменности, которыми пользовались германские племена. Как известно, скандинавы были северным ответвлением этих племен, так называемых германцев. Считается, что руны возникли вследствие контакта германцев с римлянами. Когда германцы увидели, что римляне используют латиницу, то захотели тоже получить свой вид письменности и начали и придумали рунический алфавит. Но поскольку они высекали, либо вырезали руны на таких материалах, как дерево, как кости, либо камни, то использовали они только вертикальные линии, которые могли пересекаться, либо соприкасаться. То есть никаких закруглений и округлений у них не существовало. Согласно историческим фактам, руны появились во II веке нашей эры и использовались вплоть до XV или XVI века, согласно различным данным. Кстати, в одном шведском регионе под названием Даларна ими пользовались вплоть до XIX века. Но сейчас мы перейдем к интересному факту. Согласно мифологической трактовке возникновения руна, руны появились благодаря Одину. Один — это наш верховный бог скандинавского пантеона богов. Один решил пожертвовать собой для получения мудрости и знаний и, проткнув себя копьем, повесил себя собственноручно на мировом дереве Игдрасил. На нем он висел 9 дней и ночей без питья и еды. И когда на 9-е сутки его дед принес ему волшебного мьёда, а мьёд мы знаем, это алкогольный напиток типа медовухи, то Одину привиделись и прислышались первые руны, начальные руны, которые он записал своей кровью, стекающие с древка копья на этом дереве. Сейчас мы перейдем к такому понятию, как старший и младший футарк. Что такое футарк? Футарк — это рунический алфавит. Это первые шесть рун. Какие-то руны. Руны футарк. Это феху, это юрур. Кстати, заметьте, что я произношу руны на древнескандинавский манер, потому что в современном мире чаще всего используют готические названия. Например, вместо урур будет звучать как урус. Но я использую именно древнескандинавские названия, потому что мне они ближе. Итак, феху, урур, турисар, ансур, райду, кёна, либо кауна. Вот они, первые руны из алфавита. В старшем футарке присутствовало 24 руны, но впоследствии эволюции, языковой эволюции так называемого времени синкопы, также и язык скандинавов начал модифицироваться, изменяться, появились новые звуки. И вместо того, чтобы их добавить в свой алфавит, они просто исключили некоторые руны. Поэтому в младшем футарке, который появился в 7-8 веке н.э., уже существовало всего лишь 16 рун, а не 24. Старший футарк использовался больше всего в сакральном смысле, например, для магии. В то время как младший футарк больше всего был ориентирован именно на письменность, например, на надписи на загробных камнях. Самая древняя рунопись относится к 150 году н.э. и была она вырезана на гребне, найденном на острове Финн в Дании. Вообще, конечно, таких вот рунических памятников было найдено огромное количество во время археологических раскопок. Большинство из них, конечно же, были найдены в Швеции, большое количество в Норвегии и Дании и частично, например, в других странах Европы, например, в Великобритании, во Франции и даже в Западной Украине, в городе Ковель, было найдено копье с вырезанными рунами. Руны использовались наряду с латиницей вплоть до XVI века. Например, мы их можем найти на амулетах, на оружии, на украшениях, на церковных стенах, на надгробных камнях, где угодно. Считается, что религиозные трактаты писались латиницей, в то время как всё бытовое общение проходило при помощи рун, я имею в виду письменное общение. Очень большое количество рун было найдено на Брюгене, в Бергене. И, например, какие сообщения передавались в то время. Если мы возьмём, например, романтический оттенок, то нашли такие вот рунические надписи, как «Поцелуй меня», «Ингбьорг любила меня, пока я был в Ставангеле», либо гида говорит, что мне пора домой. Вот такая вот информация. Но сейчас мы перейдём с вами к другой интересной особенности использования рун, и это именно магия. Сейчас я вам зачитаю из «Ховамол», это речь Одина, стих, посвящённый руну. Здесь написано «Нор мансёкер свар и рюнене, сом варскап тав гюдене, ок скрэве тав урин, эрдбэс о рефлектере о варменинге». И в переводе это означает, что когда человек пытается найти ответ в рунах, которые были созданы богами и написаны, записаны Одином, лучше всего размышлять об их значении, то есть надо потратить своё время. И сейчас я вам покажу руны, которые у меня есть. Старший футарк. Вот они вырезаны собственноручно, то есть не мною, а моим знакомым. На это он потратил очень много времени. Сделаны они на вишнёвом дереве. И вот есть также у меня биндерюна, которая состоит из большого количества рун, друг друга пересекающих. То есть здесь есть как символика моего имени, так и защитная руна Альгир. Вот она здесь виднеется. Продолжение ролика я снимаю на фоне памятника, который называется «Мечи в скале». Он здесь установлен в честь битвы при Хафрсфьорд. Это вот этот фьорд. И именно эта битва ознаменовала объединение норвежских земель в королевство. То есть очень знаменательная дата. Но сейчас мы переходим к продолжению моего ролика. И я расскажу, как же магическая особенность рун воплотилась в текстах того времени. Например, если мы возьмём сагу об Эгеле, то в ней рассказывается, что Эгель, это наш герой, герой этого эпоса, помог исцелиться девушке, которая заболела и лежала в кровати. То есть она была лежачей. А что случилось? Оказывается, один из сыновей соседнего фермера хотел помочь ей выздороветь, но в то же время хотел её и приворожить одновременно. То есть он выстег не те руны на кости кита и положил их под кровать. То есть он не знал, чем вообще занимается. А как и сказано, что руны могут быть опасны. И девушка ещё больше заболела. И Эгель, когда посмотрел на эти руны под кроватью, понял, что там было всё сделано непрофессионально, скажем так. Поэтому он попытался содрать вырезанные руны, а также сжёг саму кость в огне. После чего сделал новые руны, положил под подушку, и девушка исцелилась. Вот такая вот история. Но сейчас, если мы перейдём вообще к другим источникам, источникам, не связанным именно с Норвегией, либо со Скандинавией, то как вообще выяснилось, что руны используются как гадательный инструмент? А всё это благодаря римскому сенатору и историку Тациту, который описал сие действия в своём произведении «Германия». Он там упоминал, что видел, как варвары, то есть германцы, занимались гаданием, бросая палочки с высеченными на ними символами. Как это происходит? Есть разные формы гадания на рунах. Например, можно встать, потом руки поднять вверх с рунами и кидать руны через голову на, например, Сказерть, либо на холм, либо на какие-то другие вещи, ту же самую кастрюлю кидать. И уже потом смотреть, какие руны выпали лицевой стороной с обозначениями и по ним уже гадать. Также есть вариант такого гадания, который называется «блуд спун», чем занимались старые времена. Это когда на рунах, то есть на самих деревяшках, чертили или вырезали руны при помощи крови животных, которых принесли в жертву. И потом эти руны кидали в котел, например, с той же самой кровью жертвенных животных. То есть были такие варианты. Какое-то время руны были забыты, но благодаря немецкому эзотерику Гвида Фунлисту они получили своеобразное возрождение в эзотерике. Как это случилось? Он очень интересовался рунами и таким вот инструментом, как инструментом магии. Поэтому он создал даже свой собственный магический рунический алфавит, состоящий из 18 руна. Но почему-то часто имя этого эзотерика связывают с нацистами, хотя на самом деле он умер еще до их прихода к власти. Однако нацистам очень понравились его идеи и разработки, и они их использовали в своей символике. Взять хотя бы символ СС. Этот символ состоит из двух рун Сувилу, рун Солнца. То есть почему-то у них все время, знаете, это был пунктик возрождения, серия возрождения, Солнце, Солнечная нация. То есть это просто пример, как комплексы на неблагодатной почве могут вырасти и превратиться в что-то действительно ужасное. И из-за этого, конечно, из-за того, что нацисты часто использовали вообще любую языческую символику, не только руны, например, символику бронзового века в той же самой свастике, то, конечно же, это все нанесло негативный отпечаток на восприятие вообще язычества, либо рун долгое время. Плюс сейчас это все еще подкармливается постоянно тем, что очень часто правоэкстремистские организации присваивают себе, присваивают себе вот именно деяния викингов, их мировоззрение, на самом деле, не понимая вообще, о чем идет речь. Я даже приведу пример. Очень часто в Норвегии представители языческой культуры, то есть те, кто верят в скандинавский пантеон богов, так называемые оса тру, часто пишут, что мы ничего не имеем общего с этими правоэкстремистскими организациями. И часто их представители, те же самые неонацисты, внедряются в такие вот клубы викингов, либо клубы язычников, и начинают пропагандировать свои идеи в таком формате, что приходится закрывать клубы. Настолько это все, знаете, начинают уже действительно достигать невероятных размеров. Но очень часто выходят статьи на эту тему, и сами представители оса тру говорят, это все неправильно. Никогда викинги не были расистами и себя не восхваляли. Наоборот, они так много путешествовали, они ассимилировались с возможными народами, они принимали частичку других культур, то есть если что-то было, например, для них положительное. Например, те же самые викинги считаются, когда они переселились в Испанию, то они приняли, конвертировались в ислам. То есть это абсолютно нормально, что там, где живешь, то и принимаешь особенности культуры того места. То есть связывать, например, викингов, либо язычество скандинавское с правоэкстремистскими организациями, это совсем неправильно. И как пример, даже те же самые язычники говорят о том, что вот есть, например, такая правоэкстремистская организация, основанная в Финляндии под названием Солдаты Одина, Soldiers of Odin, которые себя считают, нет, мы просто, как это называется, мы просто патрулируем улицы. На самом деле они все-таки неонацисты, потому что их глава финский на самом деле сам себя и позиционировал как правоэкстремиста. Ну да ладно, есть их ответвление во всех скандинавских странах, в той же самой Норвегии. Но что самое смешное, что на их худи стоит их символика, написаны солдаты Одина и нарисован викинг в шлеме с рогами. Никогда викинги не носили шлемы с рогами. Это все пришло из американской культуры, а также благодаря опере Вагнера, кольцо небелунгов. Это все вообще интеллектуально развитые люди знают. Но, видимо, у этих правоэкстремистов вообще нет никакого логического мышления и интереса к знаниям, к получению этого. Поэтому очень часто любые символы, даже то же самое молоко, которое считается может употребляться только скандинавскими народами, либо североевропейскими народами, потому что у них нет непереносимости лактозы. Даже из молока несчастного сделали тоже какой-то символ этих неонацистов. То есть иногда это достигает каких-то невероятных размеров. Поэтому, да, к сожалению, из-за всего этого очень часто роны связываются с такими вот организациями. Но я считаю, что это здорово, что в настоящее время интерес к викингам и к рунам снова возрос благодаря тому же самому сериалу Викинги. Просто чудесный сериал. И также я хочу рассказать, то есть закончить свое видео на позитивной ноте, что, например, если вам интересна музыка, то очень часто в этногруппах, которые играют в стиле музыки викингов, можно найти, например, музыку на тему рун, либо клипы на тему рун. И я назову три из них, которые достойны внимания, потому что, конечно же, таких групп огромное множество, но те, которые мне нравятся. Первая группа – это норвежская группа, которая называется Вард Рюна. Это чудесная группа, играющая вот именно в этно-стиле викингов, использующая инструменты тех времен. И у них есть целый цикл на тему рун. Они делают также замечательные клипы, очень длинные, как мини-фильмы, на тему рун, например, руны Райду. Обязательно посмотрите. Вообще, группа очень интересная. Я надеюсь, что в конце весны я попаду на их концерт, наконец-то, потому что в прошлом году их отменили, перенесли на весну этого года. Посмотрим. Следующая группа – это группа уже датская, под названием Данхейм. Что самое интересное, они поют как раз-таки на древнескандинавском. У них есть тоже цикл о рунах. У них есть композиция под названием Рунар, которая, кстати, снята в Норвегии, потому что, конечно же, в Дании с их плоским пейзажем снимать какие-то такие, знаете, эпохальные видео не получится. Поэтому они часто снимают клипы либо в Норвегии, либо в Исландии. Также у них есть клип Кала, который снят недалеко отсюда, на водопаде Монофосен. И продолжение клипа уже, конечно же, они снимали в Исландии. Также у них есть клип Рейд. Это получается руна Райду. Так что посмотрите, если вам интересно. Мне они очень нравятся. И третья группа, группа уже исландская, под названием Мюнкнер. Также поёт в стиле, кстати, не только викингов, но у них очень много шаманской музыки. То есть она такая очень особенная группа. Не всё может понравиться из их репертуара, но у них тоже есть песни на тему Руун. Например, Юруз. Они, кстати, вот именно называют всё это в готском стиле. В таком более привычном западному человеку, скажем так. Надеюсь, что вам такая информация была интересна. И ещё по поводу Рун, как они используются в современном мире. Очень интересный факт, кстати. Если вы вспомните знак Bluetooth. Знак. Он на самом деле состоит из двух Рун, уже взятых из молодого, младшего футарка. Это руны Хаггал и руна Беркана. Хаггал – град, Беркана – берёза, Бьорк. Что самое интересное, это были инициалы датского короля Харальд Блотан, либо по-английски Харальд Блютуз. То есть Харальд – голубой зуб. Этот датский король христианизировал, окрестил, а также объединил датские земли. И вот часть него назван сам Bluetooth, а также этот символ. Это получается Хаггал и Беркана, его инициалы. Очень интересная информация. Как вообще глубоко могут проникнуть руны по всему миру, даже если мы об этом не знаем. Ещё хотела сказать, что если вам понравилось это видео и вам эта тема интересна, напишите мне, если вы хотите, чтобы я сделала цикл на тему рун. Все 24 руны мы с вами пройдём, потому что я хочу их пройти в стиле именно медитации и объяснения, что они значат. Но не как гадательный инструмент, а вот именно как проживание рун. Мне кажется, это было бы интересно. Пишите мне, что вы думаете на эту тему. Надеюсь, вам видео было интересно. И всем пока-пока, до скорых встреч! Ну и вот в эту пятницу мы приобщились к тайнам Древней Скандинавии. Чай, типичный чай, наш индийский чай. Если не ошибаюсь, чай это индийский, да, вот именно вариант. И на этом я с вами прощаюсь. До встречи завтра. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok